70 лет после нет-тито, российский капитал, сильнейший политический фактор на Балканах, Зурнал, Босния и Герцоговина. Амарил Дагутич. Зурнал, Босния и Герцоговина. 27 мая 2019 года. Общественность в Австрии возмущена скандалом, который спровоцировал ее вице-канцлер, почти продавшийся России. А вот апатичную общественность Боснии и Герцоговины взволновать трудно, даже когда все ясно как белый день. Кстати, Босния и Герцоговине при существующей политике и политиках у власти внешние враги даже не требуются. Как стало известно впоследствии, встреча с членом президиума Боснии и Герцоговины Милорадом Додиком, состоявшаяся 13 мая, стала для уже бывшего австрийского вице-канцлера и лидера ультраправой партии Хайнса Кристиана Штрахи несчастливой. Всего через несколько дней Шпигеля и Зюдочи Цайтунг опубликовали кадры, на которых пьяный Штрахи обещает мнимой племянница российского олигарха прибыльные контракты в тендерах и доходные фирмы в обмен на политическую поддержку его австрийского партии «Свободы». Прозвучало также предложение о 250 миллионах евро грязных денег. Штрахи напрасно оправдывался, что отклонил его, и подал в отставку. Канцлеру Себастьяну Курцу не оставалось ничего другого, как распустить правительство и объявить внеочередные выборы. Австрийский скандал еще раз подтвердил, что российский капитал не сдается и всячески пытается после прорыва на Балканском фронте пробиться на север, через Австрию. Не случайно в прошлом году российский президент Владимир Путин присутствовал в качестве гостя на свадьбе австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, которую на этот пост выдвинула именно австрийская партия «Свободы». Решительное «нет» в прошлом не требуется большая геополитическая проницательность, чтобы увидеть стремление России через влияние на экономику наконец-то стать важнейшим политическим фактором на Балканах через 70 лет после решительного «нет». сказанного Тита. К сожалению, наш регион вновь превратился в место, где державы меряются силами. В этом смысле, разумеется, главное место занимает Сербия, но и работы там немного. Значительное влияние на Балканах распространяется через Турцию, чей союз с Россией крепнет день от дня. Сейчас, пожалуй, только лидер партии демократического действия Абакир и Зетбегович еще верят, что Реджеп Таип Эрдоган ценят его больше, чем Путина. Что касается Хорватии, то не найти лучшего примера, чем события вокруг фирмы «Агрокор». Российский Сбербанк взял эту крупную компанию под свой полный контроль благодаря хитро предоставленным кредитам. За этим последовала попытка завладеть и нефтяной промышленностью, и россияне продолжают добиваться своего. Ясно, что Хорватия тихо издается. В нашем регионе Россия преследует две цели. Во-первых, в экономике, а во-вторых, она хочет остановить дальнейшее расширение НАТО. За последний год журналист нашего издания Авдафдич много писал о методах, которыми пользуется Россия, чтобы распространить свое влияние в Боснии и Герцеговине в экономической и политической сфере. Россию в этом всячески поддерживает Милорад Додик, а также преданный ему внутренний союзник Драганчевич, председатель хорватского демократического содружества БИК. В июне прошлого года на бирже в Вене Министерство финансов Республики Сербской продало облигации, и, таким образом, этот антитет взял на себя долговые обязательства еще на, дополнительные, 300 миллионов марок. Покупатели всяческой скрывали, но нашему изданию удалось узнать, что им стал российский олигарх, чье имя значится в американском и европейском санкционном списке. Это Константин Малафеев. Российские олигархи, какими бы независимыми они ни казались из-за своих мощных компаний, все же являются инструментом политики Кремля, то есть Путина. Миллиардер Малафеев многие годы финансировал сепаратистские режимы, которые проводят пророссийскую политику. В прошлом году Малафееву отказали во въезде в Боснию и Герцеговину, как и Александру Залдастанову, лидеру организации «Ночные волки». Залдастанов, чье имя внесено в черный список США из-за его связи с сепаратистами на Украине, является другом Путина и хотел устроить 9-дневный мотопробег по Балканам под названием «Русские Балканы». В завершении акции он планировал побывать в бане Луки, где Додик вручил бы ему специальную награду. Цепочка случайностей наше издание на нескольких примерах указывала на все более очевидное влияние России на события в местной политике и экономике, которые вряд ли можно считать случайными. Можно ли найти пример лучше, чем тайная встреча Николая Патрушева, бывшего глава российской спецслужбы ФСБ, с лидером Хорватского демократического содружества Биг Драгоаном Чевичем Эмилияном Васи Бркичем, зампредом Хорватского демократического содружества в Хорватии? Темой встречи были предстоящие выборы в Боснии и Герцеговине и переизбрание Драгана Чевича членом Президиума Боснии и Герцеговины. Кроме сохранения места Чевича, обсуждалось и сохранение российского политического, экономико-коммерческого и стратегического влияния в Хорватии и Боснии и Герцеговине, говорится в документах, содержание которых мы опубликовали в июле прошлого года. Вскоре после этого Чевич на встрече в Мастаре доложил шефу Додику основные договоренности. Параллельно председатель Центральной избирательной комиссии Ирина Хаджавдич устроил и визит российских специалистов и других областях, чтобы они помогли провести выборы в Боснии и Герцеговине. В это время владелец недвижимости в Вене и коллега Додика по санкционному списку США Николай Шперич помешал службам безопасности Боснии и Герцеговины задержать сербских и пророссийских агентов, которые в 2016 году завербовали двух граждан БИК для работы на военное контрразведывательное агентство Сербии, не забывая это о младшем поколении. Так, сообщество ветеранов из Москвы, известное под названием «Наследники Победы», которым руководит генерал Валерий Вячеславович Калякин, организовало военное обучение для мальчишек из Сербии и Республики Сербской в российских военных лагерях. Разумеется, Додик радушно принял Калякина в бане Луки. Уже много написано и о том, как происходит захват нефтяной промышленности в Республике Сербской посредством мастарской компании алюминий. Общественность Австрии возмутилась скандалом, который спровоцировал австрийский вице-канцлер, и, по всей видимости, после выборов ситуация изменится, и российские притязания на эту страну будут отклонены. А вот апатичную общественность Боснии и Герцеговины взволновать трудно, даже когда все ясно как белый день. Партийные бюрократы крепко держатся за свои рабочие места, а другие тем временем только и думают, как бы им покинуть здешнюю трясину и уехать в ту же Австрию или какую-нибудь другую европейскую страну. Кстати, Боснии и Герцеговине при существующей политике и политиках у власти внешние враги даже не требуются. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.